В музее истории города собрались любители и мастера народного творчества. Здесь состоялось открытие ежегодной выставки «Без кисти и красок», которую посетило как никогда большое количество горожан и гостей города. А началась выставка как совместный проект газеты «Грани» и музея краеведения города. На ней были в основном представлены вышитые изделия. Я честно скажу, я раньше недооценивал волшебную силу копии и волшебную силу вышивания крестиков. А после того, как мы в первый раз открыли эту выступку, мы увидели, что она на самом деле является очень популярной и востребованной. И очень приятно, что каждый год авторов становится все больше и больше. Предметы прикладного искусства украсили зал музея. Экспозиция получилась очень разнообразной и богатой. На каждой работе останавливались восхищенные взгляды. Большую часть экспозиции занимает такие работы, как вышивка крестиком и бисером. Есть картины из алмазной крошки. На творческих работах расположились красивые пейзажи, букеты цветов, птицы и животные. Отметим, что большинство картин вышито женскими руками. Но и есть работы, сделанные мужскими мастерами. Увидел, как мужчина один вышивает. Потом увидел, как дочь вышивала. Как раз дочь у нас жила в это время. Попробовал. Хотел помочь дочери. Она даже близко не стала подпускать меня к своей работе. Потом я купил маленькую работу какую-то. Попробовал. Получилось. И все пошло-пошло. Что любите больше вышивать? Пейзажи, иконы? Какая тематика? У меня больше душа тянет на лица. Мне все больше и больше хочется быстрее посмотреть, как проявляется, что проявляется там, лицо как. Ну, если с лицом связано, я сначала лицо вышиваю. Восхищали идеи мастерством исполнения работы, выполненной в технике канзаши – вышивка лентой. Розы, ромашки, другие цветы украсили седьмую выставку без кисти и красок. Также здесь были представлены картины даже в такой технике, как шестяная живопись, которую вызвали особое восхищение у гостей выставки. Витрины украшали изделия из шерсти и ручного ткачества, а также мокрое валяние. Здесь представлены изделия из лозы, плетение из газетных трубочек, батик, женские украшения из бисера, камней и стразов, бусы, колье, браслеты и серьги. Привлекают внимание также работы, выполненные из дерева, статуэтки животных и картины, выполненные в технике резьба по дереву, на которых расположились цветы, животные и птицы. Особое внимание у гостей выставки вызвали оклады икон, сделанные из дерева. Все работы на ежегодной выставке без кисти и красок сделаны с душой и вызывают восторг. Мастера прикладного творчества заслуживают уважения за их непростой труд. Выставка получилась очень красивой и богатой. Некоторые авторы здесь давали и мастер-классы. Выставка без красок и кисти продлится месяц. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска. Новости 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 Нов